14.00 в Одессе в студии 7 канала с новостями Максим Малынов. Здравствуйте. В 8 утра участники акции прокурорский Майдан заблокировали входы в здание в областной прокуратуры на Пушкинской 3, выстроившись живой цепью. По словам митингующих, их основное требование – уход назначенного недавно начальника областного ведомства Николая Стоянова. Мы стоим до тех пор, пока не придет сюда Стоянов. Придет сюда Стоянов, мы разблокируем входы. Стоянов не придет, значит ему неинтересна работа прокуратуры. В ведомстве перед центральным входом поставили виселицу и символически линчевали коррупцию. А чтобы избавиться от застоя в прокуратуре, выпороли пластмассовый круп коня. К участникам акции вышел зампрокурора Олег Жученко. Он заверил, что начальника на месте нет, а ограниченный доступ в здание срывает работу ведомства. Но в свою очередь митингующие выдвинули свои условия, заявили, что полное снятие блокады возможно только после отставки Стоянова. Есть пропозиция, мы вас отпускаем, но при одной мове вы перед этим собираетесь всей прокуратуре и подписываете лист, что вы все против Стоянова. Вы реформировали практически. Мы просим, что отпускаем. Да, все за. Также небезразличные одесситы заявили, что готовы провести аналогичную акцию на еврейской перед полицейским главка, в случае, если его начальник Георгий Лорд Кипонидзе напишет заявление об отставке. Правда, там они будут блокировать не вход, а выход, чтобы генерал все-таки остался на рабочем месте. Ну, а прокурорский майдан сейчас продолжается, и там, возле облпрокуратуры, находится наша съемочная группа. Сергей, расскажи, пожалуйста, много ли людей и пускают ли на работу сотрудников ведомства? Добрый день, студия. Добрый день. Мы сейчас находимся на улице Пушкинской, возле областной прокуратуры. Здесь с самого утра, с 8 часов, активисты проводят акцию протеста. Они блокировали черный вход и парадный вход в прокуратуру, и пускают, сказали, что будут пускать сотрудников только при том условии, если они подпишутся под петицией об отставке новоназначенного прокурора Стоянова. Также активисты обклеили крест-накрест скотчем все окна первого этажа, а парадный вход они завалили всяким хламом и притащили туда мусорный контейнер. У активистов остается все то же требование. Они хотят, чтобы Стоянов был люстрирован и был назначен новый прокурор по согласованию с общественностью. Сейчас минуты на минуту здесь ожидают главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, у которого значительно больше информации по ситуации, так как он встречался с президентом Петром Порошенко и обсуждал эту тему. О подробностях, о которых мы узнаем, сообщения с Михаилом Саакашвили мы вам сообщим позже. Спасибо большое. Это был Сергей Бандер. Он сейчас находится у здания областной прокуратуры на улице Пушкинской. Скажи «Да Европе» ультрамарафон с участием велосипедистов и спортсменов из Украины стартовал в Гааге и завершился в Амстердаме. Свою акцию активисты всеукраинского движения «Спорт ради мира» провели в поддержку выбора голландцев в пользу Украины на референдуме об ассоциации Украины и ЕС. Он состоится в Амстердаме 6 апреля. Наша съемочная группа тоже приняла участие в масштабной акции. Корреспондент 7-го Юлия Федорова далее прямиком из Амстердама. Старт рано утром в Гааге. Конечный пункт ровно через 65 километров. Бегуны и велосипедисты уже к обеду прибывают в Амстердам. Огромная колонна растягивается здесь по улицам города. На площади Рембранта украинцы встречают овациями местные жители и десятки телекамер. «Браво! Браво! Браво! Браво!» «Здесь одно удовольствие бежать». «Собаки за ноги не кусают. Люди дорогу выступают». «Дорожки ровненькие, чистые. Очень красиво, уютно, классно». «И картинка постоянно меняется. Это здорово». 65 километров из Гааги в Амстердам. Десятки человек, профессионалы и любители приняли участие в ультрамарафоне «Скажи да! Европе». Среди них спортсмены и активисты из Украины, Польши, Германии, Франции и Нидерландов. Здесь на площади много украинской символики. Участники марафона провели серию флэш-мобов. «Сай ес!» Вот они выстроились в форме сердца. Велосипеды отлично вписались в композицию. Здесь атмосфера единения и дружбы. Жители Амстердама наши угощают яблоками. «Специально для марафона участники акции привезли в Амстердам десятки ящиков с яблоками, выращенными в Украине. Ведь именно этот фрукт является символом жизненной силы, плодородия, здоровья и мира». Люди принимают подарок с удовольствием и много спрашивают об Украине. «У нас такая земля и такие щедрые, искренние люди, которые хотят жить хорошо, которые хотят, чтобы Европа к нам относилась хорошо, чтобы мы к ней относились, чтобы мы были дружелюбны». Акция привлекла внимание. Многие жители Нидерландов говорят, что готовы поддержать Украину на референдуме. «Я здесь сегодня, чтобы поддержать подписание Ассоциации с Евросоюзом. Я верю, что Украина имеет право на демократические ценности, развитие прав человека. Это очень важно, что мы друг другу помогаем. Я очень хорошо отношусь к Украине. Я надеюсь, что Голландия скажет «да». Это важно для Украины, Голландии и Европы. Люди относятся к этому позитивно». Для многих бегунов дистанция стала рекордной, а впечатления от нее останутся на всю жизнь. Все в восторге от панорам, которые увидели во время марафона. «У нас, вы видите, невероятно сильные спортсмены, и активисты, и политики, и музыканты, и просто жители Украины, которые каждый делает свой маленький вклад в то, чтобы страна стала лучше, чем та, которая на сегодняшний день есть. И Европа в этом отношении для нас на сегодня пример. Но это не значит, что Украина не может стать примером для Европы». Референдум об ассоциации Украины и ЕС пройдет 6 апреля. От его результатов во многом зависит европейское будущее страны. После Амстердама участники марафона отправились в Краков. Там проведут завершающий флешмоб «Сердце Украины» на центральной площади Старого города. К ультрамарафону «Скажи да, Европе» присоединяются Юлия Федорова, Кристина Кондратьева и весь седьмой канал. Ура! Ну а тем временем в Одессе снова горел музей морского флота. Напомню, начиная с 2005 года памятник архитектуры 19 века преследует неудачи. 10 лет назад огонь уничтожил часть уникальной экспозиции, а само здание было закрыто на реконструкцию. Последние годы оно горело неоднократно. Инцидент повторился и 1 апреля. Подробности далее в сюжете. На этот раз Одесский музей морского флота горел не так явно, как в ноябре 2015-го. Огня с улицы видно не было. Прохожие заметили идущий из подвального помещения дым. О происходящем сообщили патрульным полицейским. Они сначала подошли, открыли сам подвал, повалил очень черный дым, и потом уже подъехал пожарный расчет, даже не один. Пожарную часть о происходящем сообщили в 20.15. По словам очевидцев, спасатели прибыли на место в течение 10 минут после вызова. В 20.33 возгорание было полностью локализовано. Причина пожара – нелицеприятная для курортного города и памятника архитектуры. Тем не менее, этот пожар в подвале возник явно вследствие пребывания в нем лиц без определенного места жительства. Огонь успел охватить три квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, отчего загорелся стоящий в подвале диван. К счастью, никто не пострадал. Организовать охрану музея морского флота сегодня невозможно из-за бюрократических проволочек. До сих пор это здание на баланс не было нам передано, из-за того, что произошли какие-то недоразумения с Министерством инфраструктуры и Министерством культуры Украины. То есть, юридически здание нам до сих пор не передано. По факту передано, но юридически не передано. Поэтому никаких шагов серьезных по охране этого памятника архитектуры мы предпринять не можем, пока не будет передано это здание на баланс нашему музею. Пока что памятник архитектуры находится на балансе Одесского порта. Администрация музея намерена обращаться к руководству области с просьбой поспособствовать передаче здания на баланс предприятия. Пока что постараются организовать волонтерскую охрану уникального здания 19 века в вечернее время. Наталья Костенко, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Корабли турецких ВМС Сали Хрейс и Бартин совместно с украинским флагманом Гетьман Сагайдачный проведут тренировку в Черном море. Турецкие военные корабли зашли в Одесский залив вчера утром и желающие могут попасть на экскурсию. Правда, уже сегодня корабли покинут причал у Одесского морвокзала. Статус этого визита – деловое заходение. Деловое заходение – это пополнение запаса, отпочинок особого склада, определенные протокольные встречи. Само это во время этого визита и происходит. Кроме того, корабли сегодня, после выхода из Одесской затоки, проведут спильные тренировки. И пока на этом у нас все. Ну а сразу же после выпуска новостей будет прямое включение с улицы Пушкинской, где сейчас находится наша съемочная группа. И председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в прямом эфире будет делать заявление о ситуации, которая сложилась возле прокуратуры. Ну а следить за новостями нашего канала, как всегда, можно на официальном сайте, в Твиттере, в социальных сетях. Если же вы стали очевидцем интересного события и вам есть что рассказать нам, звоните в редакцию по телефону 726-3226. Встретимся в 16. Оставайтесь на нашем канале, ведь это наш город и ваш седьмой канал.